Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Елена, и это канал для иммигранта Виталия. Ролик под голубой обложкой, он очень простой. Будем говорить о жизни, откладываем законы, говорим о жизни. Поговорим о такой сложности, почему 30% иммигрантов заканчивают свою иммиграцию какими-то огромными проблемами, правда, огромными проблемами, какими-то бедствиями. В общем, заканчивают очень плохо. Что происходит? Почему это так? Все специалисты, психологи, психотерапевты, я же с ними, все вам скажут, что иммиграция — это огромный стресс, который нельзя недооценивать. Нам кажется, что вот мы приедем в другую страну, будет все хорошо, это будет решение всех проблем. И очень часто мы недооцениваем, насколько это тяжело, насколько это сложно. Я помню, как это было у меня, и попробую рассказать, если у меня не пропадет голос. Не получается. Начну еще раз. Итак, какие чаще всего варианты развития событий? Возьмем самый простой. Обычно это женщины. Итак, мужчины просто спиваются. Спиваются в усмерти все. Что происходит с женщинами? Очень часто женщина начинает вести себя неадекватно, очень агрессивно. И тогда муж вызывает полицию, вызывает психиатрическую помощь, вызывает социальные службы, у матери забирают ребенка. Если вы покопаетесь в наших группах на ФБ, вы найдете огромное количество страшных рассказов о том, какие плохие социальные службы Италии, как отнимают детей, как в Европе. На самом деле это неправда. На самом деле социальные службы вмешиваются, когда это уже правда становится опасным для ребенка. Потому что многие из нас начинают вести себя неадекватно. Правда неадекватно. Мы начинаем вредить детям, начинаем вредить себе. Но это выходит за всякие рамки. И женщина, которая вам будет рассказывать о том, как все с ней обошлись, она даже не понимает, что она рассказывает. Она даже не понимает, что она своими руками все разрушает. То есть это нужно увидеть, когда она говорит, «Я пришла в 7 вечера, они меня не пустили». Ну, какой-то бред. Ладно, не будем в это выдаваться. Ну, то есть либо человек сам создает себе проблемы, и тогда муж бросает. Могут вызвать, правда, психиатрическую помощь, могут, правда, положить в психушку и сберут детей, это точно. Либо второй вариант. Человек спивается. Ролики я стала писать, потому что я вот поговорила с одной знакомой, и меня страшное впечатление на меня произвело вот рассказ. Она мне рассказывала о нашей общей знакомой, с которой я познакомилась 15 лет назад. И 15 лет назад это была такая красавица, веселая, сильная женщина, полная здоровья, энтузиазма. Такая прям вот бой-баба. Она была замужем за итальянцем, муж-повар. Я люблю вкусно покушать, поэтому мужчина, который готовит для меня, это прям вот какое-то чудо необыкновенное. То есть так, ах, какой муж готовит, вау. Вот. И, ну, правда, у нее было все очень хорошо. Прошло 15 лет, и мне рассказывали, как она умерла. То есть она где-то там умерла от цирроза печени, какой-то больницы. Причем больница ее держала, там не хотели никуда выставлять, потому что говорили, что от нее плохо пахнет. Держали ее, по-моему, два или три месяца в этом холодильнике. Никто не хотел хоронить, никто из родственников, никто и этот муж отказался, все. Потом где-то там похоронили, непонятно где, на каком-то кладбище, государственном, за государственный счет. Ну, то есть закончить свою жизнь таким образом, мне кажется, это трагично. Мне кажется, это очень грустно. Хотя не знаю. Вот. Обо мне попробую рассказать. Первые два года вообще-то хорошие. Первые два года простые, потому что очень много энтузиазма, очень много вот всего. Проблемы начинаются потом. Потом тебя начинает вот преследовать это ощущение, что вот нужно все время бежать, нельзя остановиться, деньги вот-вот закончатся. Это где-то как на вокзале, все время на этих... Так дрожишь все время внутри, дрожишь, дрожишь, дрожишь. И мне спасло две вещи. Меня спасло то, что у меня был ребенок. Я потом узнала поговорку, что если тебе предстоит тяжелый путь, возьми с собой ребенка, потому что то, что ты не сделаешь для тебя, ты с легкостью сделаешь для ребенка твоего. То есть женщина с ребенком, она сильнее, чем просто кто бы там ни было. Это раз. А второе, к счастью, в моем организме не хватает какого-то энзима, что я плохо переношу алкоголь. То есть если я пью алкоголь, я потом плохо себя чувствую, поэтому я его не пью, поэтому я не спилась. Это просто счастливое стечение двух обстоятельств, то, что я сейчас сижу перед вами, а не где-нибудь под забором. Просто повезло невероятно. На самом деле, я думаю, что были все шансы сорваться, были все шансы закончить свою жизнь точно так же, как эта женщина, о которой я вам только что рассказала. И как многие другие, к сожалению, очень многие. И самое обидное, знаете, что самое обидное, что это все можно избежать, что это все можно было сделать очень просто, потому что помощь близко, достаточно протянуть руку. Я просто тогда не знала, где ее просить. Сейчас вам расскажу, где просить и что, и когда. Так, сейчас. Что? Когда нужно понимать, что уже пора обращаться, уже пора просить помощь, если у вас... Я расскажу, что было со мной. Какие моменты, какие могут быть признаки того, что вам уже пора обращаться за помощью, что уже пора что-то делать, а не просто ждать, когда вы сломаетесь. Это если проблемы со сном. У меня были проблемы со сном. Я могла проснуться в 3 часа ночи. Дальше я не могла уснуть 2 часа. И потом ходила целый день вареная, как вобла. Проблемы с едой. У меня были жесточайшие диеты. То есть это все доходило до анорексии. Поэтому если вы уже на жестокой диете, это тоже такой колокольчик, что пора что-нибудь. И еще у меня было такое ощущение, что все, конец света, ничего хорошего. Это я потом уже, когда начала искать всякие курсы, искать в интернете, как себе помочь, какие-то всякие вот эти вот упражнения, я услышала, что психологи говорят, это такая триада депрессии. Это я плохой, все плохо и будущего нет. То есть если есть ощущение, что я плохой, все плохо, будущего нет, это тоже признак того, что пора, 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 пора просить помощь, потому что потом будет только хуже, чтобы не оказаться в руках психиатра. Итак, где просить помощь? Что можно сделать? Первое, бесплатное. Вы открываете поисковик и вводите группе Дисостэннио. И ваш город, допустим, Милана. Вот я спросила у Гугла группе Дисостэннио Милана, мне сразу вышло Чентромозес. Это бесплатно. То есть в каждом городе есть такие группы, которые организовываются. И это бесплатно там участие. Вы приходите, разговариваете, видите, как другие решают проблемы. У других такие же проблемы, как у вас. Вы не думаете, что вы чем-то особенный. Нам кажется, что мы очень особенные. На самом деле все одинаково у всех. И все равно вы как-то общаетесь, и язык практикуете, и заодно пробуете простроить свою жизнь так, чтобы было как можно меньше разных проблем. Второй шаг. Второй способ, который можно сделать, он тоже очень дешевый. Вы идете к вашему медику-дефамилию, то есть врач, который бесплатный врач, который положен всем нам, как только у нас есть тессера-санитария. Приходите к нему и просите выписать импенятиво пер седуте кон психологу. Он должен вам выписать вот такое вот красное импенятиво, красное назначение. Должен выписать на 12 седут, и они должны 12 сессий с психотерапевтом, и они стоят 36 евро. Понятно, что это будет психотерапевт итальянский. Но мне кажется, что это даже лучше, потому что нет смысла искать какого-то психолога, психотерапевта где-то там далеко, который вот на вашем языке говорит. Да, он говорит на вашем языке, но он не поймет ваших проблем, он не знает этого общества. А итальянский психотерапевт, к которому вы будете приходить, за смешные деньги, ну правда, 12 седут, 36 евро, потому что ему платит импс. Вы, во-первых, потренируете язык, во-вторых, он будет знать, как вам помочь. Вообще, мне кажется, что психотерапевт местный – это такая подружка за деньги. Прям умная, разумная подружка, которая точно посоветует что-то хорошее. Платите раз в месяц, и знайте, что вы там раз в месяц или два раза в месяц можете прийти, обсудить ваши проблемы, и человек вам посоветует что-нибудь хорошее, толковое. И последний вариант, тоже бесплатный, тоже очень хороший, на который хочу обратить ваше внимание. Это бонус психолога. Его утвердили на 2003 год, и его подтвердили на 24 год. Это 1500 евро, которые вам дают для того, чтобы вы могли провести цикл психотерапии. То есть, чтобы вот можно там списки будут психотерапевтов, и с июня уже можно запрашивать. Я специально запрошу в июне, и отсниму, как я это запрашиваю. Чтобы было видно, запрашивать можно на сайте ИМС. И если моего ролика еще нет, то вы о том, как запрашивать, то вы не ждите меня. Вы поедите в любой кафе, скажите, что вам нужен голос психолога, и пусть они вам запросят. И все. И это деньги на то, чтобы походить, поговорить хотя бы, просто пообщаться, потренироваться в языке и покопаться в себе. Это всегда полезно. Это называется гигиена. Вот. Мне так кажется. Голос у меня садится, но все-таки хватило на то, чтобы рассказывать даже такое. Всегда сложно рассказывать о себе какие-то вещи, не самые красивые, очень легко хвастать, очень сложно говорить что-то вот такое. Поэтому напишите мне комментарий, что я молодец, меня это поддержит. Спасибо. И все. И делитесь этим роликом, пишите ваши вопросы, подписывайтесь на канал, оставайтесь со мной. Всех обнимаю. Пока-пока. Пока-пока.